Библейский портал экзегет.ру представляет Уважаемые друзья, братья и сестры, мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Иоанна. И сегодня мы приступаем к изучению второй главы этого Евангелия. И первая тема – это тема о присутствии Христа на браке в Кане Галилейской. И мы читаем с 1 по 4 стих. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. И Иисус говорит ей, что мне и тебе, жену, еще не пришел час мой». Итак, перед нашим взором брак в Кане Галилейской. Что мы знаем о брачных обрядах того времени? В самом Священном Писании сохранились как бы детали в текстах Ветхого и Нового Завета, благодаря которым мы можем установить как бы те особенности брачных событий, которые соблюдались в то время. Торжество носило чисто семейный и домашний характер. Обычно это празднество продолжалось 7 дней. И косвенное указание на это – это книга Бытия, 29-27, Судья, 14-12-17. Но иногда в виде исключения 14 дней. Кроме главных участников, большую роль играли на празднике товарищи, дружки или друг жениха. Вот Иоанн Креститель, он называется друг жениха. Старший из них был распорядителем на торжестве. Сопровождение товарищей, жених в нарядном одеянии и свинцом на голове, венец одевался на голову. Это книга Песнь, Песней, 3 глава, 11 стих, Исайя, 61-10. Отправлялся в день свадьбы в дом родителей невесты. Книга Руфь, 4, 11. В торжественной процессии, под звуки песен и музыки с пляской, жених вместе с товарищами провожал невесту, окруженную подругами, в свой дом или в дом своих родителей. Участники процессии держали свечи или факелы. Детали берутся из книги Иеремии, 7, 34, Псалтырь, 45, 15, Песнь, Песней, 3, 6. Там проходило семейное празднество. Если жених и невеста жили в разных местностях, то торжественная процессия выходила также из дома невесты навстречу жениху. 1 Маковеев, 9, 37. Если место жительства жениха было далеко, свадьба праздновалась в доме невесты. Матфея, 25, 1. Причем устраивали празднества иногда жених, иногда даже родители невесты. Судьи, 14, 10. Бытие, 29, 22. На то, что вообще жених иногда переходил в семейство и род невесты, как это полагают некоторые библейские археологи, в Библии нет указаний. Иаков был на правах раба, и потому Лаван имел право удержать у себя его жен. Батфея, 31, 43. Самсон же сам оставил свою жену у родителей, ее. Судьи, 14, 19. К вечеру свадебного дня невеста приводилась родителями в брачную комнату, устроенную в виде палатки или балдахина. По-еврейски это называется хупа. Такой навес делался. Его держали на четырех палках. Псалтырь, 19, 6. Иаиль, 2, 16. Исаия, 4, 5, 6. Есть балдахина в виде палатки или просто балдахина. Жениха спровождали туда его товарищей. Родители, невесты сохраняли вещественные доказательства девственности дочери. Второзаконие 22, 15. Окровавленная простынь. Эта табыча существует в некоторых местностях и поныне. То есть еврейские общины, они продолжают придерживаться вот такого порядка совершения брачных действий. Почему так серьёзно иудеи относились к этому событию? Потому что в каждой невесте и в каждом женихе подозревали потенциального возможного родителя грядущего Христа Мессии. Потому что у евреев не было убеждений, что Мессия будет зачат непорочно от Девы. Они считали, что Мессия родится от отца и матери. И каждое брачное мероприятие – это было некое торжество, которое предполагало, что, может быть, в этой семье родится Мессия, или какой-нибудь мудрец, цадик. И было глубокое убеждение, что назначение брака – родить и воспитать праведника. Высокое назначение брака – родить и воспитать праведника. В действительности в Священном Писании первая заповедь, которая вообще обнаруживается во всей Библии, из 613 заповедей – это заповедь «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». Мы ее обнаруживаем прямо в первой главе книги Бытия. Это самая первая заповедь, которая была дана людям еще до грехопадения, еще в Эдемском саду. Некоторые святые отцы высказывали такую мысль, что если бы не было грехопадения, то характер размножения людей носил бы больше духовный облик, потому что человек до грехопадения, он, в понимании отцов, одеялся светом, якоризою. То есть был облачен в свет духовный, который проявлялся видимым, чувственным образом. Но с самого начала мужчина был створен мужчиной, женщина была сотворена женщиной. Женщина в библейском понимании мужнина от слова «мужчина». По-еврейски мужчина – это «иш», а женщина – «иша», то есть «мужнина». То есть она не является самостоятельным существом, она предназначена для мужа, и христиане, которые стали вводить девство и поддерживать девство, они воспринимали, что девы, они как бы своим мужем имеют самого Христа. Они как бы непорочные девы Христовы. Но понимание, что сама вся женщина не существует, такая позиция она была и в иудаизме, и в раннем христианстве. И в раннем христианстве. Безбрачие существовало в иудаизме на определенный период времени. Например, человек давал обет назарейства, временное назарейство. Или человек пребывал в пророческом каком-то озарении, и на этот период он должен был воздерживаться от сексуальных отношений. Но в целом считалось, что исполнение вот этой заповеди «плодитесь и размножайтесь» совершенно жизненно необходимо. И тот, кто не исполняет заповедь «плодитесь и размножайтесь», он потенциальный самоубийца. Он убивает своих возможных потомков воздержанием хотя бы. Речь не шла об аборте. И через это его жизнь не имеет продолжение. Таким образом, в понимании ветхозаветных людей три категории людей считались мертвыми. Мы как-то об этом говорили. Прокаженный считался мертвым, нищий считался мертвым, и бездетный считался мертвым. Прокаженный считался мертвым, потому что тело у прокаженного, оно как бы заживо разлагается, сладковатый запах распространяется. Нищий считался мертвым не потому, что он нищий, а потому что он не мог заниматься благотворительностью, то есть цедакой. А бездетный считался мертвым, потому что его жизнь не имела продолжение в детях. И отношение к жизни всегда было такое. Два мудреца разговаривают о чем-то духовном. Если третий человек об этом не узнает, это был пустой разговор, лишенный смысла. То есть все должно иметь продолжение. Даже вот эта беседа, мы разговариваем о Евангелии, о событиях, связанных с пониманием брака. Если все это остается в этой комнате, в понимании ветхозаэтных людей, это лишено смысла. Потому что любая информация религиозного характера, она является как бы господним руководством к действию. И если нет продолжения в нашей жизни, то информация, которую мы получаем, как бы все бессмысленно. Даже внешний текст, который был, связан с периодом существования второго храма, когда иудеи были еще в церкови Бога, они таковы являлись до того момента, пока завица в храме не разорвалась надвое, сказано, если люди сидят за столом, едят и не вспоминают слов Торы, то это трапеза мертвецов. То есть все должно иметь продолжение. И когда юноша влюблялся в девушку, и они создавали семью, вот это была такая ситуация, когда точно у них должно было быть продолжение. Потом древние экзекеты обращали внимание на то, что Бог дал заповедь «плодитесь и размножайтесь». Если Бог дал заповедь «плодитесь», достаточно было бы иметь одного ребенка. Но так как Он сказал «плодитесь и размножайтесь», надо иметь столько детей, сколько Господь пошла. И мысль об аборте, она не допускалась, но запреты существовали, что нельзя никакой вред наносить беременной женщине, потому что это будет вред, нанесенный продолжению ее жизни в лице ребенка, который в ее отрубе. И в законе Божьем мы находим такой пример. Идет драка, и женщина бросилась разнимать мужчин, которые дерутся, а женщина беременная. Кто-то ее ударил по животу, может быть, случайно, и произошел выкидыш. Это серьезное преступление. Это серьезное преступление. По поводу души. Считали в те времена, что зачатие – это и есть момент, когда Бог дает душу. А остальные действия воспринимались как механические. У мужчин вступает в сексуальные отношения женщины, а зачатия нет. Почему? А Бог душу не дал. То есть мужчина все сделал как положено, женщина сделала все как положено, а зачатия нет. А не бывает зачатия без души. Поэтому ребенок считался человеком, наделенным бессмертной душою с момента зачатия. и священный дар жизни таким образом он оберегался. В христианской традиции взаимоотношения между мужем и женой они проецировались на взаимоотношения Христа с церковью. Апостол Павел, который сам был, кстати, безбрачный, он был целебат, он развивает эту тему – «как Христос возлюбил церковь, так и вы, мужья, любите своих жен». Таким образом, в христианстве с самого начала развод мыслился как что-то невозможное в принципе. Потому что никто не может разрушать взаимоотношения между Христом и церковью. А семья – это икона таких взаимоотношений. Как Христос любит церковь, так и вы, мужья, любите своих жен. Причем в Новом Завете в христианской части Библии регулируется взаимоотношение мужчины с женщиной, женщины с мужчиной, родителей с детьми и детей с родителями. Заповедь для жены наиболее известная – «Жена дуба и церковь». Но заповедь для мужчины менее известная, может быть, потому что мужчины в основном читали эти книги и что-то недоговаривали. В Новом Завете сказано, что мужья должны обращаться с женами как с немощнейшими сосудами. В оригинале – стеклянными сосудами из очень тонкого стекла. Стекло в то время – это драгоценное вещество, очень дорогостоящее. Чем тоньше стеклянный сосуд, стенки его, тем более он дорогостоящий. Такие сосуды переносили с особой осторожностью. Говорится об отношении детей к родителям, почитая цаи и мать. Но это как бы тоже многие знают. Но родители, которые более интенсивно читали Писание, почему-то не озвучивают другую сторону – отношение родителей к детям. И вы, родители, сказано в Новом Завете, не раздражайте чад своих. Таким образом, Священное Писание регулирует взаимоотношения между мужем и женою, женою и мужем, родителями и детьми, детьми и родителями. Семья в библейском понимании – это граница ответственности, отчерченная рукой Бога. Ни больше, ни меньше. Человек лично ответственен перед Богом за свой дом. Апостол Павел пишет, «Кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры». Давайте посмотрим, как святые отцы рассуждали о семейном призвании. Если в иудаизме, в ветхозаветный период, цель семьи – родить и воспитать праведника, цадика, то в христианстве планка немножко выше – родить и воспитать святого. Чем отличается праведность от святости? Святость предполагает непосредственный контакт с источником святости, с Богом. Праведность может быть результатом богобоязненности и не всегда предполагает наличие такого непосредственного контакта с Создателем. Поэтому святой – это человек, который не просто ведет такой благочестивый образ жизни, придерживается его, это человек, который устанавливает особое отношение с Богом, личное отношение. Причем в христианском понимании святость совершенно недоступна была для людей ветхозаветных. Апостолы, действующие в Евангелии, это плотские люди. Духовными они становятся только тогда, когда в день Пятидесятницы Дух Святой сходит не на них, как на ветхозаветных пророков, там тоже был действие Дух Святого, А в них входит и устанавливается непосредственный контакт, личностный непосредственный контакт общения с Богом. Святитель Иоанн Златоуст писал, в супружестве надо всем жертвовать и все терпеть для сохранения взаимной любви, если она утрачена, все пропало. Считалось, что если христианин не сохранил семью, то есть произошел развод, не воспитал детей в вере, а он вообще-то считался даже не христианином такой человек. И был такой критерий, тот, кто не может управлять собственным домом, сказанным в Новом Завете, едва ли он сможет печись о Церкви Божией. То есть оценка религиозных качеств человека осуществлялась, исходя из того, как он действует в семье, имеется в виду, став христианином. Прежнеязыческая жизнь семейная, она вообще не берется в расчет рассмотрения. Златоуст также писал, «В том состоит крепость жизни всех нас, чтобы жена была единодушна с мужем, этим поддерживается все в мире». То есть по Златоусту получается, что все пропало, если в семье нет порядка, если муж с женой не пребывают в единстве, не поддерживается во всем мире мир как таковой. Также Златоуст писал, «Любовь есть крепкая стена, неприступная не только для людей, но и для дьявола». То есть выстраивая правильные отношения, муж и жена между собою, они делают себя безопасными от происков дьявола. А так как дьявол чаще действует через плотские наши склонности, апостол Павел говорит, «Чтобы не разжигаться, жениться». Здесь раскрывается двойственность брака. С одной стороны, это исполнение заповеди «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». С другой стороны, это делается, чтобы не разжигаться, то есть упорядочить сексуальные чувства, которые проявляются в жизни человека. очень приветствовались в древности и в средневековой Руси ранние браки. Считали, что ранние браки спасают молодежь от блуда. А если человек долго не вступает в брак, это путь к блуду. А ранние браки, они сообщают человеку взросление, когда на его плечи ложится ответственность за жену и за детей. Как мы с вами уже говорили, любой человек, он эгоист, замкнутый сам на себя. Это по определению. Но когда этот эгоист, замкнутый сам на себя, женится на эгоистке, который тоже замкнутый сама на себя, то они вынуждены дробить свой эгоизм на двоих. У них появляются дети. Один, второй, третий. И чем больше членов семьи, тем больше дробится эгоизм личности замкнутый самой на себя. Если семья большая, то там от эгоизма вообще почти ничего не остается. Конечно, кто-то может задать вопрос, а как же тогда идеалы монашества? В древней церкви монах воспринимался как человек, который посвятил себя на молитвенное служение ради блага всех. Эту тему первый развивает апостол Павел. Он осуществляет в своих посланиях апологию такого образа жизни. он говорит женатый думает о том, как угодить жене, неженатый думает о том, как угодить Господу. Но при этом совершенно очевидно, что жениться надо, чтобы исполнить Божию заповедь. Плодитесь, размножайтесь. И если человек идет другим путем, он должен плодиться и размножаться в другом формате. У него должны быть духовные чада. И именно монашествующие в христианской традиции Востока и Запада, они занимались духовничеством. Они имели большое количество духовных чад. И мы видим, что апостол Павел, который был безбрачный, он пишет послание к Тимофею и приветствует его словами «Возлюбленный сын мой Тимофей». Имеется в виду, что он его духовный сын, значит, Павел по отношению к нему духовный отец. Таким образом, церковь как бы условно делится на две части. Это те, которые пребывают в духовном браке со Христом, но это путь для немногих. Сам Христос говорил, могущий вместить да вместит, рассуждая о духовном скопчестве, когда люди приняли решение воздерживаться. Плотское скопление всегда осуждалось церковью. Оскопивший сам себя считался самоубийцей и отлучался от церкви. И неизбежно отлучался от церкви. А святитель Тихон Задонский писал, «Многие родители обучают своих детей иностранным языкам, иные художествам обучают, но о христианском учении и воспитании не брекут. Таковые родители рождают детей к временной жизни и к вечной их не допускают. Горе им, ибо не тела, но души человеческие убивают своим нерадением». Действительно, мы не должны заботиться только о плоте. А мы должны думать о единстве плотском и духовном, особенно в браке. Дети естественны продолжение нашей плоти, но они должны стать нашими братьями и сестрами по вере. И исходя из этой задачи, исходя из этой задачи, христиане всегда наставили на том, что брак не может заключаться только на основании плотского влечения при отсутствии духовного единства. Именно поэтому запрещается брак с неверующими и брак с еретиками и брак с представителями других религий. Потому что цель у брака родить и воспитать святого в христианской традиции, а если нет религиозного единства в браке, кого мы будем воспитывать? Мусульманина, иудея или все-таки христианина, православного или баптиста. Поэтому церковь всегда настаивала на том, что браки должны заключаться при наличии духовного единства. Но в настоящее время церковь немножко пересматривает отношение к этой ситуации, когда допускается возможность брака православного с неправославным. Такое началось достаточно давно на нашей земле. Начиная с Петра Первого у нас не было ни одной православной императрицы, которая бы родилась в православной семье и прошла бы через православное крещение. Все русские императрицы это крещенные в литеранстве или католицизме. Потом осуществлялся честь присоединения, они формально переходили в православие, ну а что там на самом деле, кто знает, что там на самом деле. Человек формируется в дошкольный период, как вы наставляли там в Германии, в Австрии или в России, так он себя и осознает. Конечно, были такие ситуации, когда люди сознательно переходили в православие. Например, от Великой княгинии Елизаветы Федоровны не требовалось, чтобы она принимала православие, когда она вышла замуж за Великого князя Сергея Александровича. Это требовалось от будущей царицы. Вот они точно переходили в православие таким обрядовым образом, а от нее не требовалось, но обаяние православия коснулось ее сердца, и она сама сказала Великому князю, я хочу, чтобы твоя церковь была моей церковью. И она стала русской святой в полном смысле этого слова. А допустимо ли рассуждение о том, что какое-то значение имеют сами сексуальные отношения в семье. Есть текст, книга Притч, пятая глава, 18-20 стих. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезной ланью и прекрасной серною. Груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Здесь настаиваются на том, что человек получает и утешение, и усложжение. одно подчеркивается, некий акцент такой ставится, что это взаимоотношения молодых людей в семейном формате. Почему этот акцент? Потому что считалось, что к пожилым годам со временем люди немножко должны расставлять другие акценты. и основания для такой точки зрения мы касались этого вопроса. Все самые великие известные нам святые зачинались от пожилых родителей. И блаженный Феофилакт озвучивает святотеческое объяснение. Таким образом, им не передавалась страстность молодости. Это с одной стороны, а с другой стороны, дети, зачатые в преклонных годах своих родителей, являлись плодом многолетних молитв родителей о том, чтобы поношение бесчатства было с них снято. Потому что любой человек, который вступал в семейную жизнь, но дети не рождались, его подозревали в тайных грехах, пытаясь объяснить, почему Бог не дает ему своего благословения. А благословение в ветхозаветном понимании это всегда дети. Например, богатство это не благословение. Богатство это то, что сопутствует благословению. Если Бог дает детей, Он должен дать, чем их кормить, скажем так. на третий день был брак в Кане Галилейской и Матерь Иисуса была там. На третий день имеется в виду, что это уже был третий день, как совершался это событие, потому что они гуляли долго, не спешили в те времена, хотя есть другие истолкования. На третий день был брак в Кане Галилейской и Матерь Иисуса была там. Чей это был брак? Есть точка зрения, что это был брак Симона Зелота. Симона Зелота или Симона Скинхеда. Если на современный язык перевести слово Зелот, то получится Скинхед. Скинхеды это люди, которые не любят иностранцев, как и Зелоты. Они не любили иностранцев, а они нападали на иностранцев и даже убивали иностранцев, потому что Зелоты это такое молодежное движение, спонтанное. Они считали, что все иностранцы это прежде всего язычники, это бессмысленные существа, лишенные любого смысла для своего существования. И то, что он вступает в брак, может быть, это было связано с тем, что родители поспешили таким образом обуздать его вот эту строптивость такого античного скинхеда, надеясь, что, может быть, семейные отношения помогут ему как-то упорядочить свое поведение, прекратить вот этот хулиганский образ жизни, который вели эти люди. Цезарий Арский предлагает аллегорическое столкование. Третий день – это таинство Троицы. Чудо на браке – это таинство небесных радостей. Значит, был брачный и праздничный день, ибо с приходящим женихом сочетается искупленная церковь. Я говорю с тем женихом, которого предвещали все века от сотворения мира. который, то есть Христос, сошел на землю, чтобы пригласить свою возлюбленную, то есть церковь, на брак со своим высочеством, давая ей в настоящем залог своей крови, впоследствии же собираясь подарить свое царство. Был также зван Иисус и ученики его на брак. Считалось, что если на браке присутствует какой-нибудь цадик, праведник, какой-нибудь рэби, учитель, это благословение особое для этого брака, потому что он будет молиться о чадороде этой новой семьи. И как недоставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Имеется в виду, что уже три дня они сидели за столами, они выпили уже все это вино, и им недоставала вина. Иисус говорит ей, что мне и тебе жену, еще не пришел час мой. В христианской традиции чудо превращения воды в вино на браке в Кане Галилейской считается первое чудо, совершенное Христом. Об этом пишет и сам Иоанн Богослов в этом Евангелии, мы это увидим чуть далее. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им наполните сосуды водою и наполнили их доверха. И говорит им теперь почерпните и несите к распорядителю пира и понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег до сели. Так положил Иисус начало чудесам, то есть всем своим чудесам. В Кане Галилейской иявил славу свою и уверовали в него ученики его. Следовательно, все другие так называемые чудеса, которые приписывались Иисусу в детстве, а они не соответствуют евангельской истине в том смысле, что первое чудо это чудо превращения воды в вино, а то, что якобы младенцем он там лепил из глины голубей, дул на них и они летели, это на самом деле такие легенды, мифы. Но понимание древних легенда или притча значит больше, чем были. Ведь о чем свидетельствует вот эта притча из Евангелия детства Иисуса, он из глины лепил голубей, дул на них и они оживали, летели. Это прямое свидетельство о том, что Христос Бог, ибо в Библии сказано «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живой». Таким образом, легенда, притча, она несет в себе дополнительный смысл. И если говорить о притчах, этот жанр проходит россыпью через тексты Ветхого Завета и россыпью через тексты Нового Завета. И очень часто даже библейское поискование построено так, что само поискование предполагает, что человек должен знать какие-то предания, то есть отсылает читающего Писания к неким преданиям. Но об этом мы подробно говорили, когда проходил цикл бесед о гибели Первого мира. Итак, что происходит? Уступая просьбе Матери, Христос не только превращает воду в вино, но и велит отнести Его распорядителю свадебного торжества. Только небольшая группа людей, включая учеников, оказываются свидетелями чудесного превращения. И действительно здесь мы с вами прочитали, что получается, что когда они уже выбили изрядно, вдруг появляется наиболее совершенное вино. Наиболее совершенное вино. Сразу возникает вопрос о винопитии, а стоило ли вообще превращать воду в вино, если уже три дня они весело отмечают это событие, а впереди там еще несколько дней, там от недели до 14 дней они могли пребывать в таком состоянии. На самом деле вино в те времена это это не крепкий напиток. А вино это забродивший виноград, собственно говоря, сусло, сусло. Именно поэтому и греки, и римляне, и иудеи, они разбавляли это сусло водою. Считалось, что если человек пьет вино, вот это сусло, не разбавляя водою, он варвар. И когда мы читаем Гомера, Вергилия, а других античных авторов, мы у них видим, что вино обязательно разбавляется водой. В христианском понимании вода это источник благодати. Но водой является и само Слово Божие. Из чресел ваших потекут источники вод. А назначение апостолов идти проповедовать Евангелие. Вода взятая из колодца считается наиболее чистой. А в Библии все колодцы это стратегические миссионерские объекты. У колодцев происходят беседы на религиозной теме. Это не только встречи Христа с самарянкой это и другие сюжеты которые связаны с колодцами. Собственно говоря вот это словосочетание углубляться в писание означает что чем глубже копается колодец тем чище вода. А если не очень глубокий колодец вода не считается чистой то есть поверхностное исследование Библии изучение Библии без разных уровней постижения текста это немножко непонятый текст немножко непонятый текст. А когда мы углубляемся как бы копаем копаем здесь действительно открываются для нас некие такие глубины. Теперь мы коснемся очень важного вопроса надлежало ли Христу вообще творить чудеса? Во-первых как бы внешне это и не приветствуется. В Евангелии от Матфея 16 глава 4 стих сказано род лукавый и прелюбодейный знамение ищет и знамение не дастся ему кроме знамения Ионы пророка. Ну как Иона был в чревике три дня и три ночи так Сын Человеческий будет три дня и три ночи во чреве земле а потом воскреснет. То есть единственное чудо которое будет объявлено всем это чудо Христового воскресения. Как бы все с одной не имеет значения. Но все не совсем так. Иоанн Златоуст настаивает что вот эти слова знамения не дастся ему кроме знамения ионы следует понимать так что им не дастся то знамение которое они ожидают а именно с небес они требовали знамения с небес и тогда Христос сказал род лукавый прелюбодейный знамение ищет и знамение не дастся ему кроме знамения ионы пророка. Златоуст продолжает а не так что он Христос не дал им никакого знамения вообще а еще возможно так что он Христос соделывал знамения не ради тех о которых он знал что они только ожесточат их но ради исправления других. Таким образом мы видим что Христос не действует в угоду неверующих сомневающихся и не являет им чудес с небес как они требуют но в случае с Фомой то он поступает именно так как требует Фома а апостол Фома сказал если не вложу персты в раны его не поверю и Христос является и говорит вложи то есть отношение Христа со своими да он может совершать чудеса и всегда имеет целью укрепить их веру у пророка Исаии сказано 53 глава 3 стих что Христос муж скорбей и изведавшей болезни а чудеса это как бы особенность некого величия торжества это как бы противоположность скорби но хотя Христос явился в немощи плоти что было обнаружено в его страстях страданиях голговских тем не менее он явился также и в силе Божьей об этом пишет апостол Павел второе послание Коринфянам 13 глава 4 стих в силе Божьей и это должно было быть обнаружено в чудесах ведь он действовал не только как человек он действовал как Бог когда например он укоротил бурю на море когда ученики разбудили его и сказали тебе что нет до нас дела мы погибаем таким образом мы видим что чудо совершается в жизни своих верующих и причастниками чуда не являются сомневающиеся и неверующие таким образом чудо не разрушает свободной воли человека а является ответом на его свободную волю и Христос сотворяя чудо исцеления часто спрашивал людей ты веришь что я могу это сделать когда человек соглашаясь с возможностью этого чуда говорил верую или даже говорил верую помоги моему неверию чудо совершалось поэтому чудо это обоюдное действие от Бога направленное к человеку и нашедшее отклик в душе самого человека а если этого отклика нету сказано в Капернауме он не сотворил чудес по неверию их и прежде всего потому что это было бы насилием над их свободной волей если бы Бог вторгался в нашу реальность каскадом чудес это было именно бы насилием над нашей свободной волей в Евангелии от Иоанна 4 глава 48 стих сказано вы не уверуете если не увидите знамение чудес но здесь надо понять что чудо оно уменьшает заслугу веры когда чудо Божие уже совершается в нашей жизни оно действительно уменьшает заслугу веры а вера крепче блажение не видевшее но верующие говорит Христос чудеса уменьшают заслугу веры поскольку поскольку обнаруживают закорузлость сердец тех кто не желает верить изреченному Священному Писанию поэтому чудо является знамением для неверующих прежде всего 1 Коринфянам 14.22 чудо знамение для неверующих а для верующего чудом является сама его вера сама вера которая присутствует в сердце человека это величайшее чудо вообще это милость Божия это значит Господь сам прикоснулся к человеку если человек верит что Иисус Христос Сын Божий Мессия это как минимум Отец Небесный прикоснулся к Нему Христос так и объясняет когда апостол Петр исповедует его Сыном Божьим Мессией Христос говорит не плоть и кровь тебе открыли это но Отец Мой Который на Небесах таким образом чудеса в действии Христа это обнаружение силы Божьей но это и обнаружение его особой связи с Отцом Небесным Евангелие от Иоанна 14 глава 10 стих Христос говорит Отец пребывающий во мне Он творит дела Он творит дела что это значит Христос творит чудеса как Бог но иногда как человек как человек в котором сила Бога Отца проявляется таким чудесным образом поэтому в этом случае чудо является ответом на веру людей свидетелями чудо превращения воды в вино оказывается кто Дева Мария и апостолы остальные даже не поняли то ли там было вино то ли не было распорядитель вообще этого не понял он понял что это лучшее вино но почему-то его подали не в начале банкета а когда все уже упились Христос здесь подчиняется своей матери для нас это очень важно почтение к матери проявляет и Златоуст пишет для того особенно чтобы людям прикословящим и считающим его под условиями времени достаточно показать что он не принадлежит времени если бы он подлежал то как бы он сделал то что сделал когда еще не пришло надлежащее для того время он сделал это так же и с почтением к матери чтобы не показаться во всем ей противоречащим или не могущим этого сделать и чтобы тем не постыдить свою мать в присутствии такого множества людей так же беда достопочтенный его гамилья на евангелии он пишет не мог бесчестить свою мать тот кто повелевает нам почитать отца и мать но с другой стороны вино это всегда символ евхаристический когда Мельхаседек царь Салима Иерусалима приносит Аврааму хлеб и вино в истолкование блаженного Августина он Мельхаседек сам Христос который принес причастие Аврааму и причастил его телом и кровью хотя мы можем возразить а как можно причащать до Бога воплощения Августин говорит а как же на тайной вечере он причастил всех до своих голгофских страданий а как ты причащаешься христианин столько веков прошло неужели ты думаешь что Бог может действовать только в будущее той же благодатью но не может действовать в прошлом таким образом любое чудо оно является чем-то чудесным для тех которые не понимают действий тех механизмов божественных которые управляют этим миром давайте вспомним известный роман Федора Михайловича Достоевского братья Карамазова он описывает Алёшу Карамазова его характер и пишет не надо думать что Алёша был фанатичной личностью да он верил во все чудеса но не потому что он был фанатиком он верил во все чудеса как в реальность потому что для него реален был Бог а если Бог реален то любые действия Бога они становятся реальностью известен такой случай немножко забавный к святителю Филарету Дроздову подошла одна дама и спросила как это в Библии написано что кит проглотил иону я читал недавно английскую книжку там написано что киты питаются планктоном и они вообще ничего не глотают на что святитель Филарет ответил если бы в Библии было написано что не кит проглотил иону а иона проглотил кита я бы этому поверил потому что это слово Божие сейчас к сожалению даже в христианском мире особенно в среде так называемых сторонников библейского критицизма представляется что любое чудо описанное в Евангелии является чем-то неудобным почему многие современные библиисты считают что Евангелие от Матфея было написано после разрушения второго Иерусалимского храма потому что в Евангелии от Матфея Христос предсказывает камня на камне не останется все будет разрушено и эти библиисты пишут ну не мог же он наперед знать что Иерусалим будет разрушен значит этот текст был написан уже после разрушения Иерусалимского храма это что логика это называется безбожие Библия предсказывает удивительным образом события которые происходят и в наше время Библия предсказывает удивительные вещи через толщу веков и это реальность которую не замечать может только предубежденный сомневающийся во всем неверующий человек давайте посмотрим истолкование блаженного Августина если понять в Евангелии то что явно откроются все те тайны которые скрыты в этом чуде Господа он не обошел вниманием ничего из древних писаний то была вода и потому Господь назвал их нечувственными потому что им до сих пор казалось что вкус имеет вода а не вино но как же он сделал вино из воды когда открыл им смысл и изложил им писание начав от Моисея через всех пророков от чего уже опьяненные говорили не сердце ли наше горело в нас на пути когда открывал он нам писание ибо они уразумели Христа в тех писаниях в которых не знали его стало быть Господь наш Иисус Христос притворил воду вино и приобрело вкус то что вкуса не имело и стало опьянять то что не опьяняло о чем пишет Августин он пишет о том что вино это символ крови Христа сама по себе вода указывает на Слово Божие все писание остается простой водою если мы не воспринимаем любой библейский текст христоцентрично остается водой но если мы все воспринимаем как указание на Христа а Христос прямо говорит что о нем свидетельствуют и закон и пророки и писания то от радости постижения Христа в каждой строчке Библии Ветхого Завета в том числе человек как бы испытывает состояние радостного опьянения помните как люди отреагировали на сошествие Духа Святаго на апостолов они говорили они пьяны они напились сладкого вина вот эта радость верующего человека в благодати выглядит как некое опьянение и царь Давид который шел за ковчегом Завета когда он не мог просто идти он начал скакать прыгать хлопать в ладоши а его жена Мелхола смотрела в окошко и осуждала его в своем сердце это символ синагоги который не видит до сих пор в писании Христа и пророчество о нем Давид приходит в дом и она говорит как отличился сегодня царь Израилев скакал а он говорит перед Господом скакал и скакать буду и наказание этой женщины ее чрево засохло она не рожала детей не рожающая детей синагога является в христианском понимании противоположностью церкви которая помогает людям рождаться свыше когда Христос умер на кресте воин ударил копьем и стекла кровь и вода вода это символ святого крещения а кровь это символ святого причастия но в каком случае вода превратится в вино если крещеный центром своей духовной жизни объявит Евхаристию уже пройдя через крещение в Евхаристии будет видеть святом причастии источник своего существования в этом новом качестве таким образом вода крещения приводит человека к святому причастию и если в крещении человека сымаются грехи святом причастии он обрекается в славу Божию а в Евангелии сказано слава Христа ищите Царствие Божие и слава Его остальное все приложится Матерь его сказала служителям что скажет он вам то сделайте то есть действия связанные с чудесным должны быть строго выверены отец Павел Флоренский в своем трактате о страхе Божьем восклицает вся разруха в современной церковной жизни от невнимания культу особенно требуется это внимание при совершении таинств и участие в них и Павел пишет кто если пьет не рассуждая о теле и крови тот если пьет в осуждение поэтому многие болеют и даже умирают так положил Иисус начало чудеса в Кане Галилейской и явил славу свою то есть он показал свое божество он показал действия своем человечестве силы отца и уверовали в него ученики его вот результат этого чуда а если по преданию женихом был Симон Зилот жених уверовал а уверовала невеста или нет а это уже не суть важна сказано неверующая жена освящается верующим мужем таким образом истинное чудо является действенным в нравственном смысле в религиозном смысле и важный тезис подлинное чудо всегда оставляет место для сомнения в том смысле что оно не разрушает нашу свободную волю далее рассказывается о том что происходило после этого после сего пришел он в Капернаум сам и матерь его и братья его и ученики его и там пробыли немного дней сам и матерь его это особая близость сына Божия к матери плод человеческий формируется в чреве матери и связь ребенка с матерью по плоти она наиболее значительна чем связь с отцом по плоти и братья его это дети Иосифа от первого брака и ученики его то есть семья Иисуса стала значительно больше то что ученики названы против названы поси членов семьи это указание на то что всякие вступающие в церковь становятся членом семьи Иисуса который является церковью далее рассказывается о том как Христос в Иерусалиме действовал изгоня торгующих из храма и мы читаем приближалась Пасха Иудейская и Иисус пришел в Иерусалим в Евангелиях описано три Пасхи в жизни Христа и всякий раз мы видим его в Иерусалиме потому что он исполнял закон Божий а закон Божий устанавливал что на Пасху и на два других значимых праздника все мужчины должны были точно приходить в Иерусалим в храм приближалась Пасха Иудейская и Иисус пришел в Иерусалим и нашел что в храме продавали волов овец и голубей и сидели миновщики денег казалось бы последующие действия Христа они неоправданы во-первых этих животных продавали для того чтобы люди приносили в жертву в этом же храме ну представьте себе кто-то придет в храм и станет разбрасывать все свечи что вы тут торгуете свечами здесь надо молиться это будет выглядеть по-протестантски почему же Христос против того что вот в храме продавали волов овец голубей и сидели миновщики денег миновщики денег выполняли очень важное дело дело в том что в храм нельзя было вносить языческие деньги потому что на языческих деньгах были изображения императоров и изображения языческих богов и миновщики денег занимались очень благородным делом они они обменивали все деньги на храмовый шекель где не было никаких чуждых изображений то что в иудейской традиции называется аватазара чуждое служение чтобы ничего нечистого в храм не вносили однако действие Христа и сделав бич из веревок выгнал из храма всех также и овец и валов и деньги миновщиков рассыпал а столы их опрокинул почему такое действие в этом месте события у Иоанна они отличаются от синоптиков то есть от Матфея Марка и Луки ранее церковь соглашалась что братья Иисуса не были сыновьями Девы Марии а ее родственниками хотя некоторые считали что они могли быть сыновьями умершей жены Иосифа этот приход на иудейскую Пасху отсутствует у других евангелистов уже в первом столкновении с саудейскими старейшинами проявляются главные темы будущего конфликта значение и роль Иерусалимского храма в истории Израиля искажение смысла закона Моисея грядущей смерти и воскресения спасителя Почему же его распяли Вот именно из-за этих действий в храме То что он ходил учил наставлял исцелял так очень много было таких учителей в то время И главное почему книжники фарисеев восстали против него его действия являлись вызовом их бизнесу То что они торговали животными для жертв приношений в этом не было ничего плохого Плохое заключалось в том что они эти ритуальные услуги превратили в бизнес они могли завышать цены То что они обменивали на храмовый шекель любые деньги с языческими изображениями в этом не было ничего плохого Но они могли устанавливать курс этого храмового шекеля который заведомо был невыгоден для людей которые обменивали свои деньги на этот храмовый шекель Христос против того что кто-то превращает религию в кормушку для самого себя Когда начинается торговля религиозными ценностями то что сейчас называется симония торговля благодатью вот поэтому его действия они были столь решительные и сделав бич из веревок выгнал из храма всех также и овец и валов и деньги у миновщиков рассыпал а столы их опрокинут и сказал продающим голубей возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли другая причина они слишком приблизили свой бизнес к храму они уже вошли в храм где нельзя было шуметь где надо было проявлять богобоязненность а их действия превратили храм в базар и дома отца моего не делайте дома торговли причем ученики его вспомнили что написано ревность о доме твоем снедает меня это написано в 68 псалме царя Давида это пророческий текст из псалтыри 68 10 на это иудеи сказали каким знамением докажешь ты нам что имеешь власть так поступать иисус сказал им в ответ разрушьте храм сей и я в три дня воздвигну его он говорит о том единственном знамении которое будет дано всем храмом он понимает свое тело когда тело сокрушат на кресте он умрет через три дня он воскреснет воскресение это единственное знамение для всех и для верующих и для неверующих вот почему мы проповедуем Христа и при том распитого и делаем это с пасхальной радостью он умер но он же и воскрес свидетельство о пасхе Христовой о его чудесном воскресении это свидетельство которое обращено ко всему миру иисус сказал им в ответ разрушьте храм сей и я в три дня воздвигну его на это сказали иудеи храм сей храм строился 46 лет и ты в три дня воздвигнешь его а он говорил о храме тела своего храм действительно строился 46 лет это подтверждается другими источниками главным храмостроителем был царь Ирод тот самый Ирод который избивал вифлеемских младенцев и который за обустройство этого храма то что он сделал его грандиозным он был назван великим Иродом или Ирод Великий когда же воскрес он из мертвых то ученики его вспомнили что он говорил это и поверили Писанию и слову которое сказал Иисус давайте теперь вспомним что многие чудеса Христос просил учеников не говорить об этом пока он не воскреснет то есть проповедь Евангелия по-настоящему началась когда вооруженные вестью о его воскресении они пошли и проповедовали о воскресе когда же воскрес он из мертвых то ученики его вспомнили что он говорил это и поверили Писанию и слову которое сказал Иисус и когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи то многие видят чудеса которые он творил уверовали во имя его вот это положительное действие чуда но чудес есть отрицательное действие когда люди гоняются за чудесами они добегаются когда придет главный чудесник это будет антихрист который точно будет сводить огонь с неба и многих пролистит поэтому христианин руководствуется прежде всего чудом собственной веры а чудо как таковое что-то сверхъестественное не является для христианина чем-то решающим об этом можно прочитать в послании Галата первоверховного апостола Павла где он пишет буквально следующее это первая глава вот эти слова но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то что мы благовествовали вам да будет анафема то есть чудо нерешающее если мы или ангел с неба представляете ангел с неба опускается на церковном дворе начинает что-то говорить но если это не соответствует нашей вере как надо себя повести дунуть плюнуть сказать ну-ка порхай давай отсюда анафема чудо веры превыше всего и святые отцы подтверждали это следующими словами чудо это никогда мертвый воскрес это не тогда когда больной стал неожиданно здоровым чудо самое великое это когда язычник стал христианином когда еретик стал православный когда неверующий стал верующим поэтому чудо веры мы должны оберегать и развивать в себе а развитие чуда веры в себе исследование писания вникай в себя и в писание занимайся всем сам постоянно вникай в себя и в учение занимайся всем сам постоянно так ты спасешь и себя и слушающих тебя и главное вера от слышания а слышание от слова Божия вот подлинный источник чуда веры то многие видя чудеса которые он творил уверовали во имя его но сам Иисус не вверял себя им что значит не вверял не доверял им все тайны о себе то что он Сын Божий то что он Бог это было нечто сокровенное и это не проповедовалось даже с самого начала в день Пятидесятницы о божестве Христа апостолы они старались не говорить непосвященным людям потому что надо эту тайну этот догмат воспринимать чистым сердцем и когда проповедует Петр в день Пятидесятницы и потом проповедует архидиакон Стефан перед иудеями они свидетельствуя о Христе ссылаются на слова Моисея пророка подобного мне воздвигнет Господь и прямо не говорят что Христос есть Бог хотя они верят в то что Христос Бог но людям надо давать познание о Боге в той мере в какой они могут вместить есть такие тайны веры которые только сам Господь своим прикосновением может открыть поэтому и сказано но сам Иисус не верял себя им потому что знал всех ведь он сердцеведец и не имел нужды чтобы кто засвидетельствовал о человеке ибо сам знал что в человеке а мы знаем из Писания что знать что в человеке может только Дух Божий который вездесущ и всезнающий и сам Дух Человеческий никто другой со стороны проникнуть во внутренний мир человека и понять что в человеке не может ни ангел ни демон таким образом это Евангелие с акцентом свидетельствует что Христос истинный Бог сердцеведец всезнающий и вездесущий и так сегодня мы окончили с вами изучение 2 главы Евангелия от Иоанна были сопутствующие темы это тема о браке вопрос о винопитии и вопрос о чудесах очень важно когда мы исследуем Писание рассматривать также дополнительные темы также на основании Слова Божия Спаси Христос в том числе в том числе в том числе Продолжение следует...